АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Калининградской области в Национальном парке Куршская коса можно посетить ознакомительную экскурсию и выставку, где вы узнаете об истории заселения местности и образования уникального природного ландшафта, о роли человека в освоении земли и укрепления нестабильной песчаной почвы, о флоре и фауне. Выставку условно можно разделить на четыре части. В этнографическом зале представлены предметы быта и прочие артефакты, повествующие о жизни и традиционных занятиях населения до начала Второй мировой войны. В двух других залах представлена экспозиция, демонстрирующая развитие лесного хозяйства и планиризма в разные периоды. Музей был основан Михаилом Семеновым. Выставка посвящается национальному фольклорному жанру, духам, в которых верили славяне, сказочным персонажам, народным поверьям, гадания, обычая, праздники. Дети придут в восторг от Бабы-Яги, Кикимор, Леших, Водяных и Духов. Подробности читайте на сайте мероприятия. Во Владимирском музее-заповеднике открыта выставка «Братья-славяне». Выставка посвящена 140-летию начала русской-турецкой войны 1877-1878 годов. Честно и достойно исполнил свой воинский долг представитель старинного дворянского рода Владимирской губернии, правнук генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, Михаил Михайлович Леонтьев. Своё боевое крещение поручик Леонтьев получил 12-16 октября 1877 года. За мужество и храбрость в делах с турками под Телешем он награждён орденом Святой Анны IV степени. Поручик Леонтьев принял активное участие в боевых действиях своего полка при занятии укреплённых городов Враца и Архания. За переход через Балканы 16-19 декабря 1877 года Леонтьев был награждён орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом. В августе 1878 года поручик Леонтьев вместе со своим полком вернулся на постоянные квартиры в Царское село. Подробности читайте на сайте мероприятия. Красная книга Иркутской области готовится к переизданию в 2020 году. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов региона Наталья Абаринова. По закону Красная книга должна переиздаваться раз в 10 лет. За это время ситуация в природе значительно меняется. Какие-то виды распространяются и перестают быть редкими, например, чёрные бакланы на Байкале. Другие, напротив, становятся редкими и исчезающими. В связи с этим уже сейчас Комиссия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих на территории Иркутской области, начали готовить материалы для нового издания Красной книги региона. По материалам газеты «Новые горизонты», город Саянск, Иркутская область. Определены лауреаты Национальной литературной премии имени Валентина Распутина. Главным лауреатом стал иркутский писатель Анатолий Байбородин. За сборник рассказов «Деревенский бунт». Торжественная церемония прошла в Иркутском академическом драматическом театре имени Николая Охлопкова. Продолжим артефактами земель славянских. Некоммерческая организация «Фонд археологии» приглашает в археологическую экспедицию в Крым в 2018 году. Раскопки на побережье Черного моря, некрополь Кыз-Аул и античного города Китей. Исследования памятника русской фортификации крепости Керчь. Полевая археологическая база. Экспедиция будет работать с 1 июля по 1 сентября. Подробности смотрите на сайте. Археологи во время раскопок на Керченских железнодорожных подходах к Крымскому мосту обнаружили фрагменты античной парадной посуды 4 века до н.э., искусно расписанной мастерами Атики. Керамические фрагменты были обнаружены при изучении курганов. На стенках гидрии, сосуда для воды, изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати. Она выставлялась на перах, а позже стала частью погребального обряда. Посуда с росписью древних мастеров была восстановлена из десятков осколков. Реставраторам понадобилось три месяца, чтобы собрать воедино и склеить фрагменты, найденные археологами. Найденные артефакты передаются на хранение в фонды Керченского музея. В целом музейные комплексы на двух берегах Керченского пролива получат около 100 тысяч находок, сделанных в рамках строительства Крымского моста и подходов к нему. Находки, сделанные в курганов Юз Абы, украшают залы крупнейших музеев мира – Британского музея, Лувра и Эрмитажа. Благодаря строительству Крымского моста и подходов к нему, такие артефакты теперь есть и в музее Керчи. Уже скоро они будут представлены в наших выставочных залах, сообщил заместитель гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская. Археологи показали уникальные артефакты Древнего Рима. В Великобритании впервые представлена коллекция уникальных деревянных артефактов возрастом около 1900 лет. Сообщается, что при раскопках казарм Древнего Римского форта Виндоланда, входившего в состав фортификационных укреплений, было обнаружено 1493 деревянных предмета. В основном это кухонь на утварь, гребни и шкатулки. Среди артефактов имеются и хорошо сохранившиеся деревянные мечи, предположительно использовавшиеся при тренировках и спортивных соревнованиях. Предметы были изготовлены около 85-120 годов н.э. В музее создали специальную галерею, в которой поддерживается микроклимат. Он необходим для того, чтобы сохранить от повреждений артефакты. До наших дней изделия дошли благодаря тому, что почти 2000 лет были законсервированы в болотистой местности. Официальное открытие выставки назначено на 17 апреля. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Краснодаре 21 апреля приглашают на мастер-класс «Куколка-веснянка». Куколка-веснянка – это русский оберег молодости и красоты. Куколку наделяли доброй весной. Куколка поможет своей владелице сохранить и приумножить молодость и красоту. Также веснянку можно подарить друзьям и близким, украсить интерьер, сделать детям для игры. На мастер-классе каждый сделает свою неповторимую куколку. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Ставропольском крае проводится очередной весенний сбор-семинар «Русский рукопашный бой. Боевая традиция – бурый медведь». Время проведения с 19 по 22 апреля. Программа «Конная подготовка», «Рукопашный бой», «Медвежья борьба», «Народные игры и забавы», «Принципы работы с оружием и подручными предметами». Вечерняя программа «Традиционные песни и пляски». Подробности смотрите на сайте мероприятия. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 16 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как управлять своей жизнью». Автор-сказитель – Алексей Орлов. Соавтор – Михаил Ять. 17 апреля, вторник. Фольклор Южного Урала. Автор-сказитель – Виталий Евсеев. 18 апреля – Среда. Родовая традиция сотворения с родом в новой ведруской реальности. Сказители – Любава Живая и Святозар Полтавченко. 19 апреля – Четверг. «Как выбрать поселение для жизни на земле». Автор-сказитель – Иван Воронцов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 21 апреля, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Максимилиан Александрович Волошин, ведущий – Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Продолжение следует...